Свой профессиональный праздник отмечают сегодня сотрудники органов внутренних дел. Поздравления полицейские принимали в Театре оперы и балета. Там прошел торжественный вечер. Дмитрий Ковалев передает с места событий. Уже четвертый год подряд стражи порядка отмечают свой профессиональный праздник в качестве сотрудников полиции. За это время служба 02 протерпела заметные перемены. Одна из позитивных тенденций. А последним опросом доверие людей к правоохранительным органам повысилось. Такие итоги сегодня озвучил руководителем ВДЧУВАШИ Сергей Семенов. И вот еще некоторые цифры. С начала этого года полицейским республике удалось раскрыть более 8 тысяч преступлений. В ведомстве такие показатели называют неплохими. Приоритеты министерства не изменились. В регионе продолжают формировать комплекс «Безопасный город». В городах и районах увеличивается количество видеокамер и кнопок экстренного вызова. Реализовывается она, в общем-то, нормально, определенно, поэтапно. Наращивается в муниципалитетах, особенно в городе Чебоксар. Они пошли еще дальше, не только за счет бюджета, но и за счет средств предпринимателей, коммерческих структур. Это очень правильное направление деятельности. Поэтому оно дает свои результаты. Есть ряд примеров раскрытия тяжких, особо тяжких преступлений, помощь в организации охраны общественного порядка. То есть это нормальное перспективное направление, которое нужно поддерживать и развивать. Традиции этого праздника нерушимы. Полицейские республики почтили минуты молчания память своих коллег, которые погибли в горячих точках. Больше 20 лет сотрудники МВД Чувашии выезжают в опасные командировки на Северный Кавказ. В этом зале собрались исследователи, инспекторы ГИБДД и кинологи. Все те, кто стоит на страже нашего покоя и защищает граждан от преступников. С праздником сотрудников полиции поздравил и председатель правительства республики Иван Моторин. Вы всегда стоите на страже законности, правопорядка, органы исполнительной власти, муниципальной власти. Всегда находятся с вами в рабочем контакте. Мы благодарны за ту работу, которую вы повседневно оказываете всем жителям Чувашии. По традиции в этот день лучшим сотрудникам вручали награды, а некоторым присвоили внеочередные звания. Но слова благодарности в этот день звучали и в адресе рядовых граждан, которые помогают полиции. К примеру, Людмила Трофимова больше 30 лет состоит в народной дружине. Она каждый вечер патрулирует улицы Канаша и следит за общественным порядком. А в 1995 году женщина даже помогла задержать убийцу. Он зашел в наш подъезд. И вдруг я слышу крик. Он как залез за женщину, как выбежал. Подъезд прямо на лестнице. С ножом прямо на меня стоял. Я говорю, пырни меня, пырни. Я говорю, не боюсь. Я уж тебя все знаю, узнал тебя. Я ему под ножки поставила. Он куртку в нож бросил на лестнице. У него куртка осталась. Я куртку вырвала с него. И он сам убежал. Я за ним сама бегу. Ну, сама уж, конечно, не догнать, потому что, конечно, не смогу. Мужика уж как догонишь, извините. А бегу сама за ними. И в это время как раз у нас три патрульные пустовые службы. Приветствую. Все начальники Егоры. Светалия, конечно. И Тазико приехал у нас так молодец очень. И все. В это время мы его задержали. Но завершился праздничный вечер грандиозным концертом. Артисты сегодня исполняли только патриотические песни о полиции. Дмитрий Ковалев, Сергей Рябчиков. Республика.